Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник 31 января. Меня зовут наконец-то Александр и сегодня-завтра две торговые сессии с вами проведу я. В первую очередь давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня и предстоящей недели. Важно отметить, что, ну давайте отметим это в самом начале, начнем разбирать, что завтра в Китае стартует Новый год. Такие страны, как Китай, Сингапур и Гонконг его отмечают и, соответственно, страны идут на длительные каникулы. Что, в свою очередь, как это может повлиять на финансовый рынок? В прошлом, в прошлом месяце, скажем, в течение января китайская народная партия не раз делала заявление о том, что они хотели бы для своих граждан в период длительного новогоднего выпуска сделать более доступными цены на нефть и продавать стратегические свои резервозапасы. Что ж, как мы видим, что пока цены на нефть остаются стабильными, нефть марки Brent в прошлой торговой сессии на прошлой неделе продолжало свое движение в исходящем канале, доходило, тестировало отметки практически 90 долларов за баррель. И если посмотреть график сейчас, то можно заметить, что ситуация, в принципе-то, сильно не изменилась. Цена продолжает находиться в исходящем канале, но это с точки зрения технического анализа. Конечно, ждем с точки зрения фундаментального анализа каких-либо действий со стороны китайской партии для того, чтобы стоимость нефти снизилась. Напомню, что падение, то есть, скажем, снижение курса нефти, ожидаемое даже в рамках вот этого восходящего канала, ну, это порядка десяти процентов. То есть, в районе 80, даже 77 долларов за баррель на многие трейдеры сейчас ожидают нефть марки Brent. Посмотрим, как на стоимость нефти может повлиять Китай. Все-таки Китай — это экономика номер два, и если американцы на свой Новый год не смогли повлиять на стоимость нефти ввиду политики Байдена, да, распродали свои запасы, но по факту стоимость нефти скорректировалась однодневно и потом вновь пошла тестировать свои локальные максимумы. Будем за этим наблюдать, поэтому по нефти марки Brent с ожидаемо ждем продажи, но в текущей ситуации лучше в них не вставать, потому что все-таки восходящий тренд и заходить против тренда — это пока опасно. Лучше подождать более благоприятной ситуации для входа, ну и в любом случае ориентируйтесь на свою торговую стратегию. Если ваша торговая стратегия позволяет ловить контртрендовые движения и вы видите, можете определить на графике точки разворота, конечно, присмотрите сейчас к нефти. Из ключевых событий из экономического календаря на сегодня стоит отметить, ну, наверное, одно из немногих событий — это Евросоюз. Сегодня выходит статистика по ВВП в 13.00 по московскому времени, статистика квартальная и годовая. В целом, по прогнозу, который нам дает экономический календарь, прогноз достаточно положительный и ожидается, что в ВВП, в ЕС, в сегодняшней статистике мы с вами увидим повышающие. Это позитивная новость для Евросоюза. Посмотрим за фактическими данными. Напомню новость в 13.00. Ну и сегодня в 17.45 индекс деловой активности в Чикаго, данные из США. В целом, думаю, что данная статистика особо на рынок не повлияет, потому что все, что выше 50, как мы знаем по этой статистике, это всегда позитивный фактор. Предыдущее значение было 63,10, а текущее значение мы ожидаем на уровне 61,7. Поэтому маловероятно, что это событие как-то может повлиять на рынок. Рассмотрим основные инструменты. В первую очередь, давайте рассмотрим S&P 500. S&P 500 после стремительной коррекции, да, очевидно, это уже многие признали и многие это заметили, что с начала года S&P 500 показала свою худшую динамику за всю свою историю. Индекс S&P 500 сейчас имеет хорошие технические данные для того, чтобы начать коррекцию на восстановление. Так, текущее значение по S&P 500 это 4435 долларов. Ожидаемый рост до 4500 долларов. Золото сейчас торгуется в районе 1788 долларов. Золото в прошлой неделе показало стремительное снижение. Артем Деев рассказывал о причинах этого движения и видно, что по техническому анализу цена сейчас уперлась в такую трендовую линию поддержки и все-таки по золоту, как мне кажется, сейчас следует ждать коррекции хотя бы на 50 процентов предыдущего движения в район 1800-1820 долларов за унцию. Рассмотрим также график индекса доллара. Индекс доллара, если следите за инструментом, это важный индикатор. Индекс доллара торгуется в восходящем канале, в восходящем тренде и сейчас цена находится по техническому анализу опять-таки около уровня верхнего сопротивления. Соответственно, по индексу долларов возможно в течение текущей недели мы увидим небольшую коррекцию перед дальнейшими ростом. Рост это все-таки тот на факт, который сейчас тяжело как-то оспорить, потому что все-таки все уже знают по поводу повышения процентной ставки. Здесь останавливать свое внимание не буду. Просмотрим криптовалюта. Биткоин за выходные торгуется плюс-минус на тех же значениях, особо не вырос, но особо не упал. В целом остается нисходящая динамика, поэтому по биткоину сейчас все-таки остаются пессимистические настроения и в целом возможно последуют и дальнейшие снижения. Ну что ж, с вами был Александр Наконечный, вам желаю успешной торговой сессии, зарабатывайте вместе с Amarkets и всего наилучшего!